И сейчас перед вами выступит Аня Толстая, проект-менеджерка Клуба друзей бумаги. И расскажет она в своем опыте построения городского комьюнити на примере Клуба друзей бумаги. А сейчас построение сообществ – это один из величайших инструментов работы. И я с удовольствием передаю слово Ане. Пожалуйста, Аня, вам слово. Здравствуйте, спасибо большое. Коллеги, меня слышно? Да, все прекрасно. Отлично, спасибо. Я хотела сразу приобрести, что у меня иногда вылетает ноутбук при больших конференциях. Он сейчас уже немножко тормозит, поэтому, если вдруг это произойдет, я быстренько перезадусь в телефоне. А я буду вас подстраховывать. Отлично, спасибо большое. Да, сейчас я демонстрирую экран. А, нет демонстрации экрана. Сейчас, секунду. Сейчас, одну секунду. Да. Да, все должно быть. Виден ли экран? Да, все видно. Сейчас, одну секунду. Спасибо. Видно, да? А может кто-нибудь сказать? Тогда все видно хорошо. Спасибо большое. Да, как мне уже представили, меня зовут Аня Толстая, я проект-менеджер петербургского медиабумага и занимаюсь развитием нашего сообщества читателей. До этого я также участвовала в развитии создания маленьких образовательных и волонтерских сообществ. И сегодня я поделюсь с вами опытом какими-то прикладными советами по развитию сообщества. Сегодняшняя беседа может помочь вам в работе в социальных сетях и офлайн с вашей постоянной лояльной аудиторией. Мы обсудим, чем цены люди, которые активно реагируют, например, на ваш контент, следят за новостями вашего проекта и как вести работу с этой аудиторией именно как с комьюнити, чтобы удержать и масштабировать лояльную аудиторию. А также, чем еще может быть полезна лояльная аудитория проекту и зачем сообщество этой самой аудитории. Я буду иллюстрировать материал на опыте Клуба Друзей Бумаги. Как я уже упомянула, это закрытое сообщество читателей, оно с платным учредством. Пожалуйста, поставьте реакцию, если вы когда-либо слышали про бумагу или про Клуб Друзей Бумаги раньше. Спасибо. Нет? Тогда я вам кратко упомяну, что это именно такое локальное петербургское медиа, СМИ, именно в интернет-формате, и мы формируем сообщество читателей, которые подписаны на нашу такую интернет-газету. Сейчас в нашем сообществе примерно тысяча человек. Участники объединяются друг с другом, чтобы вместе как-то исследовать Петербург, сходить на выставку или в новый бар, то есть именно исследовать какую-то городскую повестку совместно. Чтобы выступление было более полезным для вас, я предлагаю вам подумать о ваших проектах, НКО, центрах, и как на их базе могло бы развиваться комьюнити, если вы его еще не развиваете. После выступления вы сможете задать вопросы, чтобы мы обсудили конкретно ваш кейс. Также вы можете написать мне потом в личку, если у нас не хватит времени. И во время лекции предлагаю вам применять инструменты развития комьюнити на ваши конкретные проекты. Немножко про то, зачем же сообщество аудитории. Здесь вы можете, например, вспомнить, в каких вы комьюнити состоите и что это нахождение в комьюнити вам дает. Соответственно, это и будет основным ответом. На слайде собраны некоторые из потребностей, которые могут удовлетворяться за счет членства в сообществе. Это и потребность социализации, и потребность быть полезным, потребность быть услышанным, любимым брендом или проектом. А зачем сообщество, собственно, проектов? То же здесь на слайде можете видеть, это и удержание, и расширение лояльной аудитории, и лояльных проектов. Это особенно может быть актуально в какой-то кризисный момент, когда вам сложно привлекать новую аудиторию, вам важно, чтобы с вами оставалась ваша прежняя аудитория. Это глубокое изучение потребностей аудитории, новый контент от пользователей, например, для ваших социальных сетей, возможность оперативно тестировать идеи на лояльной аудитории. Если вы хотите что-то новое создать в проекте, вы можете быстренько провести какой-то опрос и какой-то тест на нынешней аудитории. Обратная связь по концепции, дизайну, контенту вашего проекта. Работа над социальной миссией проекта. Возможность транслировать ваши ценности. Также, если вы рассматриваете платное членство в закрытом сообществе, это также может быть каким-то источником дохода или помогать хотя бы самоокупать вашей комьюнити. Как я уже упомянула, также поддержка в кризис. Например, сейчас, в событии последнего года, наша лояльная аудитория активно рассказала о блокировке нашего медиа в марте, которое произошло. Части членов клуба стали платить нам наполнительный донейшн, чтобы нас поддержать в трудные времена. То есть это некая подушка безопасности, которую во многом мы рассчитываем на стабильный момент. Мы определили, что от сообщества выигрывает и аудитория, и проект, и рассмотрим подробнее, из чего может состоять комьюнити на примере клуба «Друзья бумаги». Отмечу, что, опять же, это очень вариативный пункт. Это могут быть оффлайн-встречи для ваших доноров раз в квартал, закрытый чат или что-то еще. Здесь очень важно исходить именно из ваших ресурсов и количества людей в команде комьюнити. Важна регулярность. То есть если вы выбрали что-то начинать в комьюнити, важно просто продолжить это делать. И отмечу, что в идеале нужен отдельный человек, который будет заниматься только развитием комьюнити, если у вас есть такие ресурсы. Соответственно, у нас это несколько авторских, эксклюзивных рассылок от наших экспертов, которые доступны только членам сообщества. Это бодли знакомств внутри сообщества, закрытые мероприятия, организованные вместе с партнерами, закрытый телеграм-чат с вакансиями и городскими инициативами участников, также тематические телеграм-чаты про напитки, еду, дома, петербург, собак из приюта, культуру, книжный клуб, большой чат для свободного общения, который немножко как такая флудилка, где люди просто могут свободно рассказывать чем угодно, и скидки и розыгрыши для членов сообщества больше, чем отходили с тем партнеров. Здесь также хотела показать, какие у нас есть партнеры у сообщества, это именно какие-то локальные бренды, локальные кафе, музеи, театры, городские креативные пространства. То есть мы старались искать партнеров, которые как-то тоже отвечают на наши ценности, чтобы мы могли взаимно отмениваться аудиторией. Теперь немножко конкретнее про то, почему, мне кажется, наше сообщество выросло именно в такой комьюнити. Что делает нас в комьюнити? Здесь я выделила регулярное общение. Мне кажется, это очень важно для комьюнити. Оно может быть как онлайн, так и офлайн, опять же, исходя из ваших ресурсов. Это могут быть чаты, мероприятия, телеграм-бот, инициативы участников клуба. Общие ценности. Для нас это в первую очередь ценность любопытства. То есть многие члены клуба хотят что-то узнавать новое. Это свобода, поддержка независимо в медиа и разных мнений, и принятие разных людей в городе. То, что мы в основном транслируем. Это эмоциональное изменение, поддержка друг друга, особенно в трудное время. Здесь может быть какая-то взаимопомощь делом, под каким-нибудь хэштегом онлайн, общая инициатива участников, или даже просто какой-то приятный контент, который создают участники клуба. Наличие активных участников, то есть некого ядра, которые сами организуют инициативы и проекты. Наличие правил. Это очень важный пункт. Если у вас еще нет комьюнити, я бы даже на нем отдельно остановилась, что очень важно поставить какие-то базовые правила, чтобы люди знали, как в нашем сообществе можно себя вести и как нельзя. Возможность быть услышанным. Например, в нашем случае это взаимодействие с редакцией, с командой редакции напрямую, советы и рекомендации внутри своего общества, совместное создание контента. Возможность быть полезным. Например, у нас есть организованный попечительский совет для пса из петербургского приюта Майлза, и мы вместе переводим ему деньги и также его навещаем, как и других собак. Участие в волонтерских акциях города. Например, мы помогали таким проектам городским, как ночлежка и перспектива. Теперь немножко остановимся на том, с чего, собственно, можно начать запуск сообщества, если у вас либо еще нет, или вы только думаете, только на начальном этапе. Во-первых, я бы посоветовала вначале провести исследование аудитории конкурентов. Мне кажется, это очень важный пункт, с которым можно выделить даже несколько месяцев. Можно посмотреть благодаря конкурентам, какие есть потребности у вашей целевой аудитории, что уже придумано, в чем может быть ваше отличие. И также вы можете провести, например, серию интервью с вашей потенциальной аудиторией, чтобы еще глубже понять, какие у них есть сейчас запросы. После этого вы можете определить потребности аудитории и цели компании или вашего проекта. Важно найти какое-то пересечение, чтобы вы и смогли как-то захватить потребности аудитории, и при этом решили именно ваши задачи, зачем вашей компании, вашему проекту нужно сообщество. Это очень важно понимать. То, что могут быть разные причины, для чего вам это нужно. Прописать продуктовую модель и ценностные предложения. Чем, собственно, вы будете интереснее, полезнее для вашей аудитории, чем похожие комьюнити. Образивиться с типом сообщества. Это тоже очень важно, поскольку это повлияет сильно на ваше дальнейшее развитие, и лучше с самого начала понимать, каким это будет сообщество. Например, оно будет открытым или закрытым. То есть любой человек может туда зайти, или ему нужно проходить, например, анкету преступлений. Оно будет бесплатное или платное? Тоже из этого будут свои плюсы и минусы. Например, платное комьюнити может давать какой-то, в том числе, фильтр. То есть человек должен отрефлексировать это решение, и только после этого он присоединится к комьюнити. Если это бесплатное сообщество, то порог входа очень низкий, и к вам может прийти как и ваша целевая аудитория, так и нецелевая аудитория. Опять же, платное может обеспечить вам какую-то самоокупаемость, и, например, зарплату для вашего комьюнити-менеджера. Бесплатное это не может предложить. Но при этом, в общем, есть свои плюсы и минусы. Поэтому тут очень важно оценивать вашу ситуацию, какие у вас есть возможности и чего бы вы больше хотели. Также важно определиться с первоначальным функционалом комьюнити, что вы из ваших ресурсов можете предложить. Как мы уже обсуждали, это могут быть и оффлайн-мероприятия, и чаты, и какой-то закрытый специальный контент, который, например, может создавать команды вашего проекта. И также очень важно определиться с начальным составом команды. Конечно, что-то может меняться в процессе. Например, ваше комьюнити будет масштабироваться, и вы сможете, например, расширить состав команды. Но желательно, чтобы какие-то роли были сразу закреплены, чтобы за человеком была призрена ответственность, и комьюнити развивалась. После запуска, после тестового запуска, стоит собрать первый фидбэк. Это может быть, опять же, формат опроса или продуктового интервью. Когда вы уже набрали первую аудиторию, то есть, создать базовые правила общения, это может вам избежать, во-первых, каких-то самых начальных конфликтов, что человек не знал, что он решает какое-то правило, потому что оно не было оговорено. С другой стороны, это поможет четче чертить для аудитории, что транслирует ваше сообщество. Поскольку, если в нем нет какой-то, например, доброжелательной атмосферы, в нем много конфликтов, это может оттолкнуть вашу аудиторию, и она надолго не остается. Также стоит поддерживать новых участников, помочь им понять, что здесь к чему. Поэтому может помочь анбординг. Он тоже может быть в разных форматах. Например, вы можете настроить электронные письма для новых членов сообщества. Это может быть телеграм-вод, который можно самостоятельно настроить, и он будет по запросу участника при кнопке старта выдавать краткое описание, что есть в вашем комьюнити. Если у вас, например, много ресурсов, и комьюнити – это ваш, например, главный сейчас проект, главный фокус, можно подумать даже о каком-то, не знаю, коротком созвоне с новыми членами сообщества. Тут тоже много факторов, сколько у вас людей в комьюнити, и сколько у вас времени на работу над ним. После этого стоит продолжить проводить периодические опросы и интервью, работать с фидбэком, сколько он подскажет, так еще можно улучшить ваше сообщество. Также отмечу, что полезно общаться с теми, кто покинул комьюнити. Если у вас есть возможность как-то это фиксировать, проводить опросы среди тех, кто отменил подписку, если это платная комьюнити, или предупредил, что он уходит из сообщества, это тоже поможет вам закрыть какие-то пробелы, как можно улучшить. Дальше можно выработать систему бонусов для сообщества. Скорее всего, у вас возникнет со временем какая-то ваша активная аудитория, которая и так будет создавать чуть больше контента, предлагать какие-то инициативы внутри клуба. Но если вы еще и сможете поддержать людей, то возможно, что ваше ядро еще сильнее расширится. То есть это могут быть какие-то подарки от проекта, например, какой-то ваш мерч или приоритет при регистрации на мероприятие или что-то еще, что вы можете предложить. Также рекомендую подумать о том, чтобы встретиться со сообществом офлайн. Тоже периодичность может быть разная. Это могут быть какие-то достаточно частые камерные встречи, или это может быть, например, разовая встреча, раз квартал, но она будет большая, и, например, хватит сразу, допустим, не знаю, 80-100 человек. Именно офлайн помогает настроить какое-то более глубокое общение. Мне кажется, что именно вот это ощущение глубокой коммуникации позволяет превратить собрание людей именно в какое-то комьюнити-сообщество. Также на первых порах, возможно, придется инициировать общение онлайн, если вы видите, что люди не очень проявляют инициативу, если речь о чатах для общения. Также можно найти партнеров и развивать коллаборации. Таким образом вы сможете обмениваться близкой вам аудиторией и еще раз транслировать ваши ценности. Стимулировать ядро активных участников, как мы уже упомянули, поддерживать пользовательский контент и повышать свою увеличенность. И тоже тут отмечу, что советую сразу подумать о масштабировании, поскольку комьюнити – это довольно сложный продукт для промо. Многие приходят, например, от друзей, я об этом еще упомянула. Поэтому, может быть, можно подумать о какой-то скидке для друзей-друзей, если это платная комьюнити, и в целом подумать о каких-то инструментах, которые могут масштабироваться. У нас были некоторые ошибки в связи с этим, я это тоже еще дальше немножко упомяну. Теперь немножко как раз про ошибки сложности в промо-сообществе и его развитии, с которыми столкнулись мы в кубе друзей бумаги. Во-первых, это сложности в масштабировании чата. Изначально у нас был чат, в котором предполагалось, что люди будут свободны общаться друг с другом и также давать какие-то советы, рекомендации, как провести время в Петербурге, поскольку это именно такое петербургское городское комьюнити. Сейчас чат достиг точки тысячи человек, и он превратился просто в ужасный флут. Мы пробовали по-разному с этим работать, пробовали вводить какие-то дополнительные правила, обозначать темы, создавать новые тематические чаты, но в целом ничего не помогло. Мы просто потихоньку отпускаем этот чат в свободное плавание и придумываем новый чат с темами, которые будут направлены именно на какую-то конкретную пользу для участников, например, чат с вакансиями или чат с инициативами участников. Поэтому важно подумать, насколько выбранный вам инструмент подходит к масштабированию. Также в процессе этого активного масштабирования за последний год и переезда существенного количества участников из Петербурга у нас размылась идентичность комьюнити. Это тоже, мне кажется, очень важный момент. Важно еще на начальном этапе хорошо понимать, что будет вас объединять как сообщество. Это может быть какое-то общее дело, которое связано с вашим проектом. Это может быть какая-то профессиональная идентичность. То есть должно быть какое-то зерно, идентичность, общее дело, которое всегда будет вас вместе собирать. Поскольку наша идентичность во многом строилась именно на локальности петербургской, сейчас у нас есть проблема. Мы не понимаем дальше, как быть с тем, чтобы оставаться локальным сообществом, когда люди находятся в разных точках мира. Сейчас мы немножко придумываем другие акценты. И больше думаем про то, что мы можем быть сообществом, которое, например, поддерживает инициативы и городские проекты участников. Это теоретически может происходить в разных точках мира. Но сейчас у нас пока тестовая идея, и мы будем еще это исследовать. Также мы тестировали коллаборацию с крупным сервисом ITER, которая совсем не помогла нам привлечь новую аудиторию. Мне кажется, тоже интересный кейс. Можно посмотреть, насколько для вас это сработает и насколько точно этот партнер будет созвучен вашей аудиторией. Мы поняли, что мы не совсем близки к психологическому сервису, и, возможно, нужно было подумать о какой-то другой коллаборации городской. Также у нас не очень сработала промо у блогеров. При этом это стоит больших денег. Поэтому тоже могу сказать, что не могу рекомендовать промо ваших сообществ именно через блогеров. И также у нас, например, не очень сработало участие в городских маркетах. Может быть, оно немножко повысило какую-то информированность, что такое сообщество существует в городе. Но именно на присоединение комьюнити это не очень сработало. Что для нас сработало, тоже проговорю, у нас хорошо сработало поддержать какие-то активные дискуссии, которые отражают болью аудитории. Например, впервые у нас возникло больше 500 сообщений на дискуссии в чате, когда мы заговорили о знакомстве в большом городе. Казалось, что для нашей аудитории это прям очень больная тема, и люди не знали, где им друг друга знакомиться. Также хорошо сработала помощь в кризис. То есть мы реагировали на сложные времена, которые происходят, и мы старались делать какие-то дополнительные встречи поддержки онлайн и оффлайн, делали тихие часы в чате, чтобы люди не разбивали конфликтов. То есть старались быть гибкими и реагировать на то, что происходит. Также помогли инициативы и традиции. Например, мы поддержали инициативу участников и сделали регулярный книжный клуб в комьюнити. Мы поддержали инициативу, и ребята собираются на различные едальные патрули в городе. То есть они выбирают какое-то блюдо и дальше вместе ходят по разным листам и ищут, где это блюдо самое вкусное. Поддержали инициативу с бумажными письмами, где люди пишут другим людям из сообщества именно письма от Ки. Это как еще немножко игрослов, что бумага, поэтому бумажные письма. Также хорошо сработали оффлайн-ивенты. Особенно хорошо сработал такой вот ретрит, назовем его так, в кемпинге на природе. Он работал именно на наше ядро. Мы туда позвали буквально 20 человек, но потом получили очень ложительные отзывы. Поэтому, если вам важно как-то поддержать ваше самое активное ядро участников, можно разово придумать для них какую-то такую классную, особенную плюшку и выделить на это дополнительные средства. Также хорошо работают опросы, исследования аудитории и какой-то временный тест новых инструментов. Хорошо работает какая-то организация контента внутри чата, чтобы он был более полезным для участников. Это какие-то дайджесты, тематические подборки на основе обсуждения из чата, подарки участникам, розыгрыши, проходы. Контент участников тоже позволяет поддерживать психоувеличенность. Например, у нас были какие-то материалы с участниками сообщества в бумаге, в подборках тематической бумаги. Участники сами создают рецензии, обзоры на культурные мероприятия города и создают визуальный контент в чате, тоже, например, фотографии из закатов. И создание тематических чатов под запросы и пользу для участников. То есть мы узнавали в процессе опросов, что нужно участникам, и после этого создавали, например, именно чат про книги или еще какой-то чат. Тихонечку уже тоже подхожу к завершению. Что еще сработало именно на привлечение аудитории? Это день открытых доверей в формате стрима. То есть именно возможность как-то соприкоснуться с сообществом до того, как в него выступить, для нас сработало очень хорошо. Предлагаю, вам тоже можно фокусировать такой формат. Хорошо сработала реферальная программа. Если мы говорим о закрытом сообществе, классно делать какие-то скидки для друзей-друзей. Посты в соцсетях, особенно в Телеграме, бумаги сработали для подключения людей в комьюнити. Коллаборации с близкими брендами. Например, мы делали совместный фестиваль с Антоном Тутрядом. И организация городского мероприятия не только для членов закрытого комьюнити, чтобы с ним, опять же, можно было вживую познакомиться. Например, мы делали городской кампус, такой научно-популярный фестиваль. И сейчас, как я уже упомянула, мы развиваемся в ту сторону, чтобы поддерживать инициативы и проекты участников, которые направлены на улучшение жизни в городе. Пока мы создали попечительский совет для собаки из Принга Майлза. Собирали книги для организаций Дети Петербурга, которые работают с детьми-мигрантами в Петербурге. Создавали мерч для перспектив. Так, все, это все. Соответственно, мы в эту сторону пока развиваемся и пока смотрим на опыт людей, насколько у них вообще есть запрос сейчас как-то развивать инициативу в городе. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за внимание. Могу ответить в чате или мы можем, например, связаться позже. Лично здесь у меня есть мои контакты. Да, Ань, спасибо огромное. Контакты мы вас точно дадим. Если вдруг у кого-то есть вопрос, прям непреодолимое желание задать вопрос, то можно минутку дать, потому что Аня прям минута в минуту закончила. Видно профессионализм. Если есть вопрос, пожалуйста, можно включить микрофон, задать вопрос или написать в чате, и Аня на него ответит. А если вопросов нет, я не буду провоцировать, чтобы их было много, потому что иначе мы не успеем, а у нас уже следующие участники есть. Ань, спасибо огромное. Я думаю, что если будут вопросы, мы отдельно их еще вам обязательно зададим. Будем рады, если вы согласитесь еще к нам присоединиться, потому что мне кажется, что эта тема такая большая, и может быть на одной из лабораторий ресурсных центров мы бы хотели поговорить как раз про создание сообществ. И вот там-то точно будут вопросы, и побольше времени для того, чтобы, может быть, вы какие-то практические фишки рассказали, особенно где лежат грабли, на которые не надо ходить. Потому что, мне кажется, чаты, в которых невозможно, организатор не может найти сам себя, это прям великая беда многих коммуникационных площадок. Спасибо еще раз огромное. Спасибо.